Утреннее телерадио шоу Первая Студия Мы с вами обсуждаем 89-ю премию «Оскар», которая завершилась накануне Обсуждаем мы итоги и будем решать сегодня, кому бы из русских фильмов присудили бы премию «Оскар» именно вы Звоните, еще раз напомню, 744-636, группа «Контакт» Первая Студия По традиции начинаем с новостей от Дмитрия Московского Новости В России могут выпустить для начинающих водителей временные права На пост мэра Ярославля будут претендовать 6 человек И локомотив уступил Минскому «Динамо» на выезде Начало 8-го в Ярославле, а самом главном прямо сейчас Автошколы предложили выпустить временные права для начинающих водителей на 2 года Нововведение может способствовать более аккуратной езде новичков Которые будут заинтересованы в получении постоянного удостоверения Аналогичная программа внедрена в Великобритании с 2002 года И за время ее действия число погибших в ДТП снизилось более чем на 50% Состоялось итоговое заседание конкурсной комиссии По отбору кандидатов на должность мэра Ярославля Из 8 человек борьбу продолжить 6 Среди них и исполняющий полномочия мэра Ярославля Владимир Слепцов По словам председателя комиссии муниципалитета По вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка Олега Нинилина, они работали достаточно лояльно ко всем кандидатам Однако нарушений избежать не удалось Завтра на очередном заседании муниципалитета Городские парламентарии должны будут избрать градоначальника Локомотив уступил Минскому Динамо в гостях Счет встречи 4-2 в пользу хозяев Таким образом противостояние команд за место в следующем раунде Плей-офф будет продолжено Следующая игра состоится в Ярославле уже 1 марта Далее курс валют на сегодня Доллар стоит 57 рублей 94 копейки Евро 61 рубль 26 копеек Таковы главные новости к этому часу И далее о погоде расскажет Диляра Байвикова Погода Ну что ж, друзья, в ночь на вторник Ожидается понижение температурного фона И образование гололедицы Но уже сегодня днем очередной теплый атмосферный фронт запада Вновь начнет уплотнять облака И местами возрастет вероятность небольших осадков Но в то же время наметится тенденция на потепление Итак, сегодня малооблачно, без осадков 3 градуса ниже нуля Ветер южный 3 метра в секунду И давление 754 миллиметра ртутного столба В эфире Первого Ярославского Утреннее телерадио шоу Первая студия Ну что ж, друзья, напомню, что сегодня мы все с вами обсуждаем премию Оскар Которая завершилась Обсуждаем мы также, кому бы вы присудили премию Оскар И, конечно же, за кого бы болели, переживали в этом году Друзья, вы-то смотрели? Мы не смотрели, вы смотрели результаты Мы в это время были с вами на эфире Но знаем, что в этом году не удалось избежать казус Казуса О казусе мы чуть попозже расскажем Давайте вообще поговорим о победителях, наверное, для начала Кто же у нас взял какие номинации Итак, лучший фильм это «Лунный свет» Ну давайте вот вообще по номинациям Кто больше всего Оскаров-то забрал 6 штук у «Ла-Ла Лэнда», «Лунный свет» на втором месте 3 Оскара он получил «Манчестер у моря» очень депрессивная картина Взяла 2 Оскара И замечательный фильм Мала Гивсона «По соображениям совести» Также забрал 2 статуэтки Вот эти «Ла-Ла Лэнда», в принципе, как и многие прогнозировали Вот забрали практически все, что хотели Я вообще напомню, что... Ну, хотели-то они все 14, да? Да, 14 номинаций на Оскар было у «Ла-Ла Лэнда» Это практически, не практически, а также как у «Титаника» Да, это рекорд Рекорд еще, они как бывают Давайте поговорим с нашим телезрителем о том, смотрел ли он премию «Оскар» Доброе утро! Здравствуйте, здравствуйте Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Анатолий Анатолий, доброе утро вам Смотрели ли премию «Оскар» вчера? Нет, вы знаете, не смотрел Смотрел лучше... Для меня лучший «Оскар» — «Золкомодист». А мы как раз, Анатолий, говорим о том, кому присудили наши телезрители «Оскар». «Оскар» — «Ярославского» — «Оскар». Вы к тому, что все-таки создают интригу наша команда, да? Ну, конечно, просто я так думаю, что они немножко подрасслабились, и завтра они соберутся. Слушайте, я с вами полностью согласен. Думаю, все присоединяются к этому. Верим в команду. Верим, что завтра все-таки пройдем. Все-таки в этом кино я за предсказуемый финал. Всем нам понятный, да? А вы согласны, Анатолий, что самый главный «Оскар» для нас будет и Куба Гагарина в этом сезоне? Это даже вообще, даже не обсуждаться. Это самый лучший вариант. Мне кажется, мы немножко перешли на другую тему, но тем не менее, это важно, согласна. Все нормально, я за. Анатолий, давайте приветики. Я хочу поздравить свою жену, ей сегодня день рождения. Пожелать ей всего доброго. Скажите, что мы ее с дочками очень сильно любим и всегда ну, хотим, чтобы она была с нами. Мы присоединяемся. Присоединяемся. Слушай, раз такое дело, а не хотите ли выиграть для своей любимой пиццу? Дело в том, что я живу в Гориллов-Яме, не в Ярославле, так что, наверное, тут как бы не совсем получится. Тогда мы желаем вам просто испечь пиццу для своей любимой. Пусть она порадуется. И болеть за Ярославский локомотив. Вот рады, рады, что у нас есть такие преданные поклонники все-таки хоккея. Доброе утро вам, спасибо, что позвонили. Вот видите как, я согласен, что все-таки премия Оскар можно тогда давать за вот такие вот. Оскар Оскаром, да, а вот спорт все-таки наш все. Ну что ж, друзья, давайте вернемся все-таки к семье Оскара, потому что 89-я премия. Казалось бы, все уже до мелочей проработано, но нет. Самый важный момент случился ужаснейший казус. Ну, да, я думаю, ни для кого не секрет, что обсуждаемо и в сети тот, как сказала дилера, казус, который произошел. И, кстати, сегодня об этом сказали все-таки человеческий фактор. Давайте расскажем. Давайте, да, вот посмотрим. В данный момент вы видите две команды на сцене. Это команда, как бы, фильма Ла-Ла Лэнд, да, конечно. И вот как раз говорит режиссер, что это It's Mistake, это была ошибка. И вызывает, и показывает конверт, где сказано, что лучший фильм все-таки не Ла-Ла Лэнд, а фильм «Лунный свет». И вот он показывает, да, действительно, это так, все в шоке. И, соответственно, команда лунного света выходит на сцену, и команда Ла-Ла Лэнда потихонечку двигает. Я, кстати, знаете, хотел бы подчеркнуть самообладание, да, представителей Ла-Ла Лэнда, потому что тут, мне кажется, можно было так среагировать, что потом... Я вам хочу сказать, что все-таки это мир шоу-бизнеса, этот большой. Думаешь, это шоу, да? Что-то мне подсказывает, что это вот как раз было для того, чтобы даже вот мы сейчас об этом поговорим. Ребята, я вот очень много читала вообще исследований на эту тему. За ночь появилось много исследований. Многие исследований, я не могу изучить. И на самом деле, в чем здесь проблема? Британские учебные там были. В чем проблема? Актер Уоррен Битти и актриса Фэн Денуэ, они как раз вручали эту самую премию, но оказалось, что конверт действительно был неверным. В конверте... Как можно делать конверты, несколько конвертов с разными названиями? Мне кажется, исповедитель он же один, нужно печатать надо. Это действительно было не наиграно. Потом очень много проматывали, смотрели стоп-кадры и действительно был конверт с именем Эмма Стоун и Ла-Ла-Лэ. Да, там даже Ди Каприо пытались обвинить. Нет, Ди Каприо хотели вновь вручить, мне кажется, за высушившую повторную. Я вам что скажу, за эту ночь появилось очень много шутек на эту тему. Мемасиков? Невозможных пранков, мемов, да. И сейчас очень здорово, что сравнивают вот этот Каприо с Ла-Лэнда с случаем на конкурсе Мисс Селена. В декабре 2015-го, все вы знаете, перепутали победительницу, пришлось снимать Карллу с Мисс Колумбии и давать ее Мисс Филиппинам. Примерно так произошло. Ну вот видите, мир бывает... Давайте поговорим. Попробуем. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Как вас зовут? Анна звонит. Анна, доброе утро. Ну что, смотрели вчера премьер Оскар? Нет, к сожалению, не смотрела премьеру. Но вы наслышаны вообще о том, что Оскар был, что может быть кто-то победил. Следили? За кого болели? Алло, болели за кого-нибудь? Да нет, не болела, я просто премьеру не слышала, я знала, что они Оскара взяли. Кому бы из наших фильмов вы бы хотели присудить Оскар? Вот так вот. Вообще любой, который вы смотрели. Вот душа просит. Любимый ваш фильм какой? Нет, подожди, не любимый, или это разное? Кто, по вашему мнению, из русских фильмов, да, вот российских, заслуживает премьер Оскар? Последний фильм Бартурчука. Последний фильм Бартурчука? Это тот самый с Данилом Козловским? Да-да-да. Вот видите как, тут разное мнение бывает. Зацепил. Замещательно. Ну и этим с прекрасным утром мы хотим вам предложить поиграть. Готовы ли выиграть пиццу? Да, хотели бы. Хотели бы. Ох, итак, мы объявляем игры разу. Ма. Игры разума. Ну что же, есть у нас для вас такой вопрос. Есть такой прекрасный актер, зовут его Леонардо Ди Каприо. И вот сколько мужских номинаций у него было на лучшую мужскую роль, прежде чем он получил премию Оскар? Шесть, четыре, или восемь? И пять секунд наподумайте у вас. Раз, два, шесть. Шесть. Ну, к сожалению, к сожалению, это неправильный ответ, но зато у вас есть замечательная возможность поздравить. Подождите, подождите, на премии Оскара к сожалению, к сожалению, есть возможность передать привет у вас сейчас. Это лучше, чем приз, Анна. Передайте приветы, пожалуйста, своим близким. Передаю привет, конечно, вам, первой студии. Спасибо. Тем, кто меня узнал. Мы вас узнали, Анна, и мы вам тоже передаем привет. Ну, в любом случае, не расстраивайтесь, не расстраивайтесь, ну, кому-то достанете. Звоните, у нас много всего. Доброго утра вам желаю, в любом случае, спасибо, что позвонили. Вот так вот, видите, Леонард Ди Капр сейчас отыгрывается на людях, на наших. и не знает даже Леонарда, что сегодня приз забрал. Сегодня, я думаю, тоже будет. Пишите, кстати, пишите, друзья, в группе ВКонтакте Первая студия, кому бы вы из российских фильмов отдали бы премию Оскар. Ну, и, конечно, за кого болели. Пишет Алена Волк, правда, не по премии Оскар, но все равно всегда с улыбкой и отличным настроением. Привет, Первая студия всех с последним днем зимы. Ура, ученикам, водителям, трамвая, особый привет. Встретимся на линии «Улыбайся чаще». Вот такая вот интригующая. Мы, кстати, еще раз хотим отметить, что помимо того, что мы сегодня тему обсуждаем. Завтра уже весна, завтра 1 марта. Ура, ура, коты наконец-то будут мяукать, петь. Всю зиму мы смотрели фильмы, а потом уже завтрашнего дня на улице гулять. Теперь уже солнышко будет светить больше, весна наступает, и есть звоночек у нас. Принять звонок, да. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Татьяна. Татьяна. Скажите, пожалуйста, кому бы вы отдали премию Оскар из российских фильмов? Из российских фильмов? Да. Они сражались за родину. Ой, как патриотизм. А вот я согласен. А вот я согласен. Все-таки раньше, потому что снимали очень достойные фильмы. Вот это здорово. Ну и смотрели ли вы премию Оскар, которая была вчера? Нет. В принципе, нет. Я просто не могла по семейным обстоятельствам. Смотрели Ла-Ла Ленд, вот этот вот нашумевший фильм? Тоже нет, к сожалению. Вот видите, я тоже не смотрел. Ладно, это мы чуть попозже обсудим, а сейчас, Татьяна, я предлагаю, раз уж позвонили, давайте Питюс постараемся выиграть, что ли. Готовы? Готовы. Итак, вопрос звучит новым образом. О, как? Вот так вот, конечно. Какой хитрюга. Смотрите, слово «Оскар», то бишь название премии «Оскар». Откуда же оно пошло? Вариант А. От того, что был такой замечательный футболист «Оскар», и он придумал эту премию. На самом деле была библиотека, которая сказала, что он похож, вот эта стойка похожа на дядюшку «Оскара», или все-таки на самом деле создатель премии «Оскара» и звали «Оскар». Итак, футболист похож на дядю, или же основатель? Это «Оскар». Итак, пять секунд. Я думаю, что последний вариант. Что основателя звали «Оскар». Это же слишком просто. Ну, к сожалению. Да. К сожалению, это неправильный ответ. Но в любом случае, мы вам желаем доброго утра и приветы передавайте прямо сейчас, в прямом эфире. Я передаю приветы всем российским актерам. О, как! Они нас все сейчас смотрят, Татьяна, поэтому я думаю, ваши приветы достигли адреса. Вам доброе утро, хорошего настроения, весну встречаем вместе с вами и с нами. Слушайте, я предлагаю, если у нас никто не выиграет нашу пиццу. Давайте ее Леонардо Ди Каприо отправим. Туда же? Или Лоуленду вместо ступенки. Лоуленду, и вы так обидно. У нас сейчас небольшая реклама на Первом Ярославском. Оставайтесь с нами, совсем скоро вернемся. Звоните! В эфире Первого Ярославского утреннее телерадио-шоу Первая студия. Та-та-да, Та-та-та-та-та-та-та-та-тата-та! Та-та-та-та-та! Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та! А вот первая студия эфира мы попытались, по крайней мере, с позитивным настроем. Сегодня мы обсуждаем премию «Оскар», которая накануне вручалась. Так же мы хотим спросить вас, кому бы вы отдали из российских фильмов премии «Оскар», но, конечно же, говорим о том, что много всего интересного происходило, и казусы, и в целом мир кино, он широк. А давай спросим уже прямо сейчас у нашего телезрителя позвонить. Нам звонят. Хочет поговорить с нами о премии «Оскар». Вот так. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, ребята. О, как зовут вас? Давай знакомиться. Подождите. Алло, алло, как вас зовут? Меня зовут Наталья. Наталья, доброе утро. Наталья из Данилова. Данилову привет всем огроменный. Скажите, пожалуйста, в Данилове следили за «Ла-Ла-Лэндом», смотрели вообще премию «Оскар», и кому бы из российских фильмов хотели бы отдать его? Ну, в первую очередь я хотела бы отдать... Я бы дала бы два «Оскара» двум фильмам. Это фильмы «Офицеры», и в бой идут одни старики. Вот сегодня все военная тематика, она просто... Да, потому что шикарные фильмы снимали. Мы с вами согласны полностью. А вот смотрели премию «Оскар», которая была? Нет, к сожалению, не получилось. Ну и правильно, зато вручили бы нашим замечательным фильмам. Ну и что, вопрос такой к вам. Готовы ли попытаться выиграть пиццу? Да не все. А вдруг кто-то в Ярославле сможет пиццу перехватить, если вы играете? Есть такой вариант? Конечно, могут. Ну все, играем, играем. Играем. Играем за пиццей. Давайте пробуем, пробуем играть. Итак, вопрос звучит для вас вот таким вот образом. Премия «Оскар». Почему же она называется «Оскар»? Из-за того, что есть такой футболист, и он решил назвать ее. Потому что уборщица, которая воскликнула, что статуэтка похожа на его дядюшку «Оскара», или все-таки основателя звали «Оскар». Почему же? Я думаю, что, скорее всего, второй вариант. Что уборщица сказала, на дядюшку «Оскара» похож. Да. Данилов, поздравляем вас! Перехватите пиццу в Ярославле! Это победа! Наталья, Наталья, вам «Оскар» за правильный ответ мы даем лично свой от первой студии. Слушайте, опять «Ди Каприо» не досталось. А вам досталось? Не кладите трубочку, сейчас расскажем, как же вам пиццу забрать. А пицца-то шикарная. Пицца у нас от пиццерии «Академия» пицца «Соренто». Спонсор розыгрыша пиццерии «Академия» при заказе трех пицц. Один литр морс в подарок, а с понедельника по четверг при заказе двух пицц «Ролл Капа Маки» в подарок отправляется вам. Скачивайте мобильное предложение на Apple Store или Google Play и будьте в курсе проводимых акций. Вот так вот Данила сегодня выиграл вкусный «Оскар». Ну что же, раз уж мы говорим о вкусном «Оскаре», давайте все-таки вернемся к «Оскару 89». Какие номинации-то были? Номинации-то были у нас разные, их было много, но давайте вот все-таки вот «Ла-Ла-Лэнд», начнем хотя бы с него, потому что из 14 номинаций взял 6. Что «Ла-Ла-Лэнд», 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 я вот не смотрел «Ла-Ла-Лэнд», что «Ла-Ла-Лэнд». Ну давай я тебе сначала озвучу номинации. Надо посмотреть, да. Лучшая актриса Эмма Стоун, я думаю, очень заслуженно взяла она эту награду. Следующая номинация, это лучшая. Друзья, кому нравится Эмма Стоун, пишите в комментариях, я вот за. Вот я не смотрел, но довольно симпатичная актриса. Лучший режиссер Дэмьен Шазел, дальше лучшая операторская работа Линус Сангрен, дальше лучшая работа художника-постановщика, также это «Ла-Ла-Лэнд», и представляете, лучшая музыка. И лучшая песня, тоже «Ла-Ла-Лэнд». А что они там пишут? Они пели, что типа «Ла-Ла-Лэнд», ты меня называла, да? Ну нет, на самом деле фильм очень вдохновляющий. А я знаю, что разделился лагерь вообще на два лагеря, да? Кто сказал, что прям шикарный фильм, а кто сказал, что вообще... Очень сильно многие ругали концовку, что концовка была наигранной, и сейчас в интернете вот то самое, то, что случилось с Оскаром, говорят, что вот вам «Ла-Ла-Лэнд» за вашу наигранную концовку, получите, распишитесь. Я думаю, что еще вторая волна будет «Ла-Ла-Ла-Ла-Ла-Ла-Ла-Ла». Слушай, на самом деле премия Оскара еще чем-то славится. Красной ковровой дорожкой. И все смотрят на платья. Ну конечно. Ты думаешь, за Оскарами приходят, за платьями? Конечно же. И по телевизору все смотрят это, не ради результатов. Есть топ-5 платьев и актрис, которые... Так, вот это первое место, это Кирстен Данс, она пока лидирует по голосованию. Пока все смотрели Ла-Ла Лэнд, Рома смотрел платье. Да, второе место, не забыли Юппер, вот у нее пока серебро. Кто это? Мы не знаем эту даму. Так, Триса, представляешь ли. Третье место у Скарлетт Йоханса. Ух, Скарлетт, ничего себе. Она какая-то пышненькая. Нет, сначала потому, что она взяла у Леди Гаги костюм из мяса и забыла себе Холлиберри. Я забыл, как ты объявил, это лучшее или худшее платье? Нет, лучшее. Кстати, третье платье в топе худших, насколько я знаю, Эмстон. Красотка, красотка. Кстати, обратите внимание, еще раз говорю, очень похоже на Иру Ширшину, которая работала на Первой Миросовской. Что-то есть. Ну что же, Ира Ширшина, не Ира Ширшина, но все-таки есть и не только лучшие платья, есть и худшие платья. И Ира Ширшина. Дивяра у нас спец по худшим платьям. Я по худшим, но, ребят, я сделала подборку за все года, потому что там такое, что надо посмотреть. Вот это шер. Обратите внимание. Платье для танцовщицы из Вегаса и головной убор похоже на голову петуха. Это Буби Голберг, да? Буби Голберг, конечно. Это пародия на... Да, Софи Лорен в платье от Армани, но вот этот жуткий гипюр, он, конечно, подряд всех. Гипюр? Ну, ребят, вот такое. Ир Гамза. Дальше у нас идет Деми Мур, это 89-й аж год. Вот, ну, как бы тоже вот эти шортики интересные. Ума Турман, ребят, ну что вот это такое за белое платье от Кристиана Лакруа, 2004-й год. И вот это голубой поясочек, ребята, вот это вот Барбара Стрейзен, если кто не узнал, 69-й год. Люлицы прозрачные, вот этот вот верх. Ну и, конечно, Бьорк, победительница, 2001-й год. В платье дохлого лебедя, которое не обсмеял только лебедя. А, ну, посмотрите. Понял, не понял. Там уже наши лебеди. Мне кажется, это тоже не платье банка. Мне нечего надеть. И муж такой, задолбал, пошел повесил на него гуся. Иди, говори, за своими москорами. Ребят, это платье 2001-го года считается худшим платьем за всю историю церемонии. Так и прославилась Бьорк, между прочим. Видите, не знаете, что надеть? Зайдите во двор. Корову на себя надейте. Зайдите с коровой. Если вы не знаете, что такое гипюр и органза, то, в общем, лебедь вам поможет. 744-636, звоните нам, рассказывайте, смотрели ли вы прямой Оскар. Кому бы из российских фильмов хотели бы отдать эту статуэтку. Ну и, конечно же, самый лучший фильм, быть может, за всю историю российских фильмов. А я, знаете, чему порадоваться хотел бы? И вас к тому же призываю. Зверополиста, а? А? Каково? Зверополист забрал Оскара. Он очень прекрасный. Конечно. Мне кажется, самая большая битва в анимационной номинации была между Зверополисом и Моаной. Кто смотрел Моану, он тоже должен был восхититься. Я не стал смотреть Моану. Я за Зверополис. Вы, конечно, молодцы. Я за Ленивца. Вы помните Ленивца. А я бы отдал Оскару. Ну, погоди. А, ну да. А, ну вот все. Мы потихонечку вот этот уходим в Русиана, да, сейчас? Нет, ну серьезно. Нет, я согласен. Я согласен, что сейчас начну. Но есть же очень много наших замечательных фильмов и мультиков, которые... Ну, вот давайте. Мультики, мультики, это ну, погоди, да? Ну, и много, на самом деле. Вот на каких мультиках выросли? Так о Винни-Пух, Пятачок, все-все-все, совал. Карлсон. Вот, который живет на крыше. Который живет на крыше. Кто бы прилежал такой, я привидение с Матаром, спасибо всем моим собакам, кошкам, кто голосовал за меня и вот... У нас есть свое привидение, не надо нам этого все, Басурманского, да, вот оно. Ну вот, а если, например, мы берем, ребята, не анимацию, а берем фильмы просто российские, кому бы вы отдали? Кому бы отдали? Слушайте, на самом деле, на самом деле, я вот не знаю, вот у меня примается самым крутым фильмом для меня, опять же, вот вспоминали сегодня замечательные фильмы, там, в бой идут одни старики, и вот я бы отдал Иван Васильевич мне эту профессию. Для меня этот фильм... Это классика. Это просто вот шик. Вот, а если была бы лучшая комедия, да, вот и Оскар туда, вот отдал бы, вот и все бы туда Оскар. Ла Лавенда бы забрал, сказал, отдайте. Вот я бы рад был, если вчера, представляете, они достают такие коверки, и там вместо фильма, как там, лунный, лунный свет. Вместо лунный свет, да. Иван Васильевич меняет профессию, и все такие, что? Там же лунный свет. Это вообще бомба была бы. Это прям операция «Ю». Или другие приключения. Операция «Ю», кстати, тоже. Шурик, он как дикаприонник. Дай, господи, вы прикиньте, сколько всего было замечательно. У нас есть звонок. Давайте поговорим. Здравствуйте. Шурик, ну погоди. Здравствуйте. Как вас зовут? Альбина. Альбиночка, Шурику или ну погоди бы отдали, или кому бы отдали вообще Оскар из российского кинематографа? Я бы, наверное, отдала «Пираты 20 века». Мне очень нравится. Долго, замечательно. Это же первый советский боевик. А еще мне очень понравился фильм, я вчера, позавчера его смотрела, «Егорка». Очень классный фильм. «Егорка» это современный? «Егорка», «Егорка». А какого года фильм? Не подскажете? Ой, не могу сказать. Ну это что-то старенькое или новье? Нет, это моряки подобрали на бревне в море, медвежонка, военные моряки. Хорошо, попомню. И когда они держали его на корабле сначала, а потом его отпустили. Ой, такой фильм хороший. Может, уже не смотрели. Сегодня день белого медведя. А вот такие беленькие все и хорошие. Так мы подсмотрели за медведями. Ну, кому бы хотели придать привет этим замечательным последним февральским днем, а зато уже весна? Я хочу передать привет и вам, первой студии. Спасибо. Хочу передать всем ярославцам, конечно, всем. И моим любимым родственникам. Кстати, у меня сегодня внучке пять лет исполняется. А как зовут внучку? Ну, погоди. Как зовут внучку? Альбина, как внучку зовут? Внучку как зовут? А? Внучку как зовут? Мирослава. Мирославочка. Мы тебя поздравляем с днем рождения. Желаем тебе получить Оскар. Вот так вот. Спасибо. Спасибо вам за звоночек. Спасибо за приятное настроение. Вот видите, вот Мирослава пятилетняя Оскар бы дала. Ну, погоди. Так же, как и ты, Рома. Это совпадение? Это? Это звезды так сложились, ребята. Совпадение? Я не думаю. Звезды так сложились. Звезды сложились, что сегодня мы с Диляры вместе почитаем Га-Ра-Скоп. Ну, и Дима тоже. Да, я тоже, если позвольте. Да? Ну, давайте. Я на Оскар не претендую, но я все-таки по бумажке. Быть может, Овнам что-то сулит мир кинематографа. Овны. День подчеркивает обаяние Овнов, особенно женщин. Многие сегодня миролюбивые предпочтуют отложить боевые действия ради комфорта. Ну что ж, тельцы, сегодня вы будете просто идеальным исполнителям и способны ловить на лету пожелания окружающих и спокойно притворять их в жизнь. Близнецы, дорогие вы мои, день позволяет отвлечься от неприятностей или найти способ устранения проблемы. Ох, как у прекрасной раки. Стоит проявить активность, день позволяет продвинуться в карьерных вопросах, внести свежую струю в любовные отношения. Ну что ж, Лёпчики, вас ждет приятное волнение. Что вы тут передаете, не мешайте мне читать. Вас ждет приятное волнение, душевный подъем. Двигателем прогресса будет, конечно же, вдохновение. Девы. Звезды советуют заняться необычным делом, требующим свежего взгляда и нестандартного подхода. Я хочу про весы с твоего листочка почитать. Возьми, пожалуйста. Что происходит? Весы. Ситуация этого дня призывает к повышенной дипломатичности. Советую считаться с настроением и вкусами партнера и мнением оппонента. Так ты сейчас весов читал? Тогда я прочитаю скорпиончиков, пожалуйста. Скорпионы, вы покажете отличный результат при наличии поддержки и мотивации. День подходит для экспериментов, способствует росту мастерства. А я порадую стрельцов. Стрельцы, вас ждет день удачи. Можно надеяться на поддержку друзей, пассии, поклонников. И вас никто не заберет листок с гороскопом. Как я, например. От Козероги у вас возможен прилив активности в связи с переоборудованием офиса, оптимизацией бизнеса, обустройством дома. Свежие идеи и новые надежды не исключены в любви. Вот это да. Ну а водолейчиков ожидает успех во всем, что связано с повышением его профессионального уровня. И, конечно же, новыми горизонтами. Рыбы, ситуация будет складываться так, что вам необходимо действовать еще быстрее, чтобы успеть. Иначе рискуете упустить предоставляющиеся возможности. Ну что ж, это был гороскоп, летающие листочки в первой студии, друзья. Сейчас мы не на то, что... Подожди, подожди. Я понимаю, что ты хочешь уже отправить людей на новости, но 744-636... Я это и хотела сказать. После этого мы разыграем полет в аэротрубе. Я с языка снял роман. Полетели с нами, друзья. Но после новостей и небольшой рекламы не переключайтесь. Ставайтесь на Первом Ярославском. В эфире Первого Ярославского утреннее телерадио-шоу «Первая студия». Первая студия в эфире. Наконец-то вернулись мы после новостей. Дмитрий Московский, Диля Рабаби, Куранан Кассиан. И Роман Кассиан. Мы с вами сегодня обсуждаем тему «Оскара», которая прошла накануне. 89-я церемония была. И сейчас мы пообщаемся на эту тему с замечательным кастинг-директором компании «Яр Синема». Это Алексей Павлусенко. Леш, доброе утро. Привет, Леша. Доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, Леш, давай обсудим все-таки «Оскар». Смотрел ли ты вчера и как вообще ощущения после этого? Я смотрел ночью только те интернет-версии, где формат номинанты победителей, номинанты победителей. Такую сжатую версию, чтобы понять, кто все-таки выиграл, кто награждал, как награждали. Ну, где ты находишься? Самое главное. Вы не поверите, у нас 8 утра, как вы. А сейчас раньше, мы чуть позже начинаем смену. Сегодня в Ярославле стартуют сразу три съемочные площадки. Вот на одну из них я как раз сейчас и направляюсь. А что снимаете, что за кино? Приоткрой тайну за весу тайны. Сейчас мы снимаем три фильма. Все три для федеральных каналов. Это фильм «Клерк» для первого канала, «Камеди Продакшн». И вот я как раз еду на фильм «Специалист» для НТВ. Новый боевик, который снимается в Ярославле. Плотный игрок. Ну и вопрос, знаешь, вот такой к тебе как специалисту все-таки в этой сфере. Как ты думаешь, вот та, скажем, ситуация, которая произошла с «Ла-Лэндом», когда перепутали вот эти конверты. И «Луным светом», «Казус». Это подстава или же реально люди спутали все? Нет, я думаю, что все-таки это, как сказать, запаниковали. Потому что представьте уровень ответственности. Представьте, на тебя смотрят миллионы людей по всему миру. Десятки камер, сотни людей в зале. Я думаю, что просто действительно, хотя недопустимо на таких мероприятиях. Такие конфузы, да. Я думаю, что это действительно просто люди перепутали. Потому что я читал уже, человек, который вручал, читал его. Почему это случилось? Он взял карточку, которая была в предыдущей, где была Эмма Стоун, победительница в главной женской роли. И увидев Эмму Стоун, он сделал вывод, что это «Ла-Ла-Лэнд». То есть это перепутанные конверты. Я думаю, что это абсолютно просто техническая накладка. Леш, а вот, кстати, о ролях. Вот как ты считаешь, какими качествами должен обладать актер, чтобы получить приз в номинации «Лучшая мужская или женская роль?» Знаете, мне очень нравится выражение нашей русской актрисы Людмила Гурченко, что вообще успех, актерский успех, это 10% таланта, 10% трудолюбия и 80% это случай, счастливый случай. Это должно, так должны совпасть звезды. Звезды должны. Да, должен быть тот материал, должен быть твой режиссер. Фильм должен выйти в то время, в нужное время. Поэтому это огромное количество таких, как сказать, параметров, которые неприсчитываемые. То есть нет такого идеального рецепта, как получить «Оскар». Я думаю, что это как раз набор фактов. А все звезды, как рисует. Леш, скажи, пожалуйста, кому бы из российских фильмов ты бы отдал статуэтку в этом году вообще в целом? Ну и почему в Ярославле, как ты думаешь, снимается столько много фильмов? А почему привлекательна площадка именно нашей области? Ярославль, синема-столица, назовем ее так. Я очень жалею, что, к сожалению, в список иностранных фильмов не попал фильм Кончаловского «Рай». Я видел тот фильм, я считаю, что действительно очень достойная работа, потому что великолепная картинка, великолепная работа Юлии Высоцкой как главной героини. Она точно достойна «Оскара». И вообще весь фильм по своей композиции, по визуалике действительно очень красивый, очень достойный. И очень жалко, что, к сожалению, он не прошел даже в номинантов «Оскара» как лучший зарубежный фильм. Почему Ярославль? Ну, во-первых, здесь много факторов. Во-первых, у нас красивый старинный русский город, в котором можно снять и 18-й век, и современную Москву. Очень близко от Москвы. У нас замечательные актеры, которые много снимают не только в Ярославле, но и в Москве. Вообще Ярославль очень удобный город по многим-многим-многим параметрам. Я думаю, что мы уже 10 лет снимаем достаточно активно кино в Ярославле. Думаю, что будем еще долго-долго снимать, потому что наш кинопотенциал еще очень большой. Ну что ж, здорово, Леша. Финальный вопрос. Знаем, что ты теперь не только кастинг-директор, а еще даже был в роли актера. Расскажи, как тебе в новом амплуа? Ну, вообще, на самом деле, я считаю, что надо быть профессионалом с одной стороны камеры. Либо за камерой, либо в кадре. Но бывают такие случаи, что не приезжает актер, не меняем сцены, поэтому приходится выходить из ситуации и вставать в кадр. Это очень страшно, потому что это совсем другой мир, это совсем другая история. Все-таки я всегда считаю, что не зря актеры. Затянет тебя, как думаешь? Нет, это профессия, которой действительно надо учиться. Это не так легко и просто, как кажется, чтобы встать в кадр и начать говорить. Это действительно очень страшно. Спасибо тебе большое, не будем тебя задерживать. Удачи тебе на съемочных площадках сегодня. Спасибо, что был с нами. Спасибо, хорошего дня. Кассин, директор компании «Ярсенима». Это наш Алексей Полусенко. Спасибо большое ему за беседу. Вот видите как, все-таки мир актерский, он сложен и учиться надо на нем. Да, еще очень много приветов, пока мы с Лешей, с «Ярсенима» общались. Давайте посмотрим. Тут написали нам достаточно много. Ух, много-много всего пишут. Вот, например, пишет нам Сергей Самолетников. Доброе утро, Первая студия. Передаю вам привет. Желаю вам прекрасного, радостного настроения. Очень люблю фильмы. Особенно люблю «Солдат Иван Бровкин». Иван Бровкин на целине. Уважаемый Сергей, спасибо вам, что пишете. Дело в том, что Сергей... Я захотел все смысл напить. Я просто прокомментирую, да, Сергей время от времени пишет ведущим Первой студии. И все время обещает. Вот я, мол, напишу, напишу в группу. Я позвоню по телефону. Сережа, звоните нам еще. Давайте вкусно пообщаемся. Елена Зиновьева. Спасибо большое, Сережа. А мы говорим привет от Елены Зиновьевой. Всем доброго утра. Ура! Завтра уже весна. Всем отличного настроения и хорошей погоды. Жанна Короткого, либо Короткого, кстати. Не знаю, как правильно. Доброе утро. Поздравляю своего сынишка Короткого Архипа. С днем рождения. Архипу сегодня исполняется 4 года. Желаю ему здоровья, радостей. Крепких дней, крепких друзей и всего-всего многое сразу. Крепкие друзья, это сильно. Ну и Светлан Сидорович присоединяйтесь. Доброго морозного утра. Всем тепла. Вот так вот. Тепло-то уже близко. Завтра весна, а у нас есть звонок. Вот такая вот связная речь нелогичная была. Доброе утро. Здравствуйте. Алло, доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Татьяна. Татьяна. Ну что, смотрели ли вы премию «Оскар»? За кого переживали? И кому бы из российских фильмов хотели бы отдать «Оскар»? Ну, я премию «Оскар» не смотрела, а вот результаты уже как бы отслеживала ВКонтакте. Ага. Смотрели ли вот этот фильм «Ла-ла-ленд» и согласны ли с тем, как... Нет, там фильм я не смотрела, только трейлер. Ну, так. Нормальный трейлер. А из российских фильмов кому бы отдали «Оскар»? Ну, может быть, и «Третья летучая мышь». Так. Не рада, что... Классика наша. Что интересная. Ну и вопрос такой. Готовы ли попытаться забрать наш «Оскар» — это полет в аэротрубе? А? Да. О, ну давайте поиграем. Итак, вопрос, который был задан в начале программы, возвращая его назад. Сколько же было у нас, не у нас, а у них, номинаций? Да уж. Сколько Леонардо Ди Каприо номинировался на премию «Лучшая мужская роль», прежде чем он получил этот русский? Это 6, 4 или 8. Не пугай так человека, зачем ты это делаешь? 6, 4 или 8. Сколько же номинаций было у Ди Каприо? Так, так, у вас 5 секунд. Ну, вопрос, здесь мы просто. Давайте 4. А давайте вы заберете приз у нас. Нет! Аплодисменты! Вот это да! Это оттругается. Татьяна, «Оскар» достается вам сегодня, и мы с удовольствием отдаем. Ну и привет, и привет передавайте. Хочу привет передать маме. Она сейчас собирается на работу. Мамочек, привет! Вот так вот. Присоединяйтесь к привету мамочке. Татьяна, спасибо большое за звонок. Трубочку не кладите. Расскажем, как забрать свой «Оскар». Представьте, мне кажется, Ди Каприо, когда дали «Оскар» трубочку не кладите, Лео, пожалуйста. Да, да, мы вам расскажем сюда. Расскажем, как забрать. Друзья, первая студия в группе ВКонтакте. Пишите, дай, рассказывайте, кому бы вы отдали «Оскар», кто из российских фильмов заслуживает. Кстати, о российских фильмах давайте поговорим. Конечно, кто же из наших-то получил. Я вот хотел бы... А у вас есть, да? У нас все есть. Я хочу сказать, что, в принципе, на премию «Оскар» вот несколько было номинаций вообще. Их было больше 10, по-моему, если я не ошибаюсь. А точнее 10. Смотрите. «Братья Карамазовы», 69-й год. Так. «Иван Парев, Азорь». Здесь «Тихие». 72-й год. Станислав Ростоцкий. «Военно-полевой роман» 884-го года. Петр Тодоровский. «Кавказский пленник». 96-й год. Сергей Бодров. «Вор». 98-й год. Павел Чухрай. 12-й. 2007-й год. Никита Михалков. Это номинанты. Это были номинанты. А мы с Димой расскажем все-таки о тех, кто получил премию «Оскар». Наши замечательные российские фильмы-режиссеры. Конечно же, это «Дерсул Зала» в 75-м году. Это выиграл этот замечательный фильм «Классика кино» Киры Курасавы. Вот. Дальше у нас «Москва слезам не верит». Потрясающая картина. Конечно. Третий русский режиссер, который получил. Да, «Оскар» Владимир Меньшов. Дальше у нас идет «Утавленное солнцем», конечно же. Никита Михалков. Ну, просто не оставил равнодушными никого. Ни критиков, ни зрителей. Забрал «Оскар». Ну, а еще «Старик и море». Замечательный наш Александр Петров, ярославец, который как бы стал лауреатом премии Американской киноакадемии «Оскар» за фильм «Старик и море». Мы его все прекрасно знаем. Вот видите, как? Гордость берет, представляете? Земля ярославская на «Оскар-то». Ну, конечно. Я думаю, что... Это вам не «Ла-ла-ленд». Россиянам-то все-таки посложнее будет «Оскар» разобрать, чем американцам. А вот на самом деле у нас же тоже много премий наших. Ника. Ника. Все? Вот «Золотая пальмовая ветвь». А? Как там? Каннский фестиваль еще есть. Да, бывает. Ну, поближе сюда. Ладно. Нет, понятно, что эталоном считается «Оскар». Все же хотят... Я в детстве когда-то мечтал выйти реально за что-то и сказать «Thank you, my dog, thank you, my parents, I love you all». Собака и родители, спасибо вам, перевожу я странный язык, Роман Ксиан. Это английский. Смесь английского и коми. Давайте отече лететь. Мы уже говорили много об «Оскаре». Вообще сам «Оскар», сама статуэтка, она окутана вообще в невероятной тайне. Давайте посмотрим, как делается эта замечательная награда. О, как процесс производства статуэтка. Конечно же. С 29-го года начали делать «Оскар». Он у нас состоит из 93% олова, 5% сурьмы, 2% меди. 24 карата золота покрывают тело рыцаря. И точный вес 3 килограмма и 85 грамм. Высота 33,5 сантиметра. То есть раньше вообще многие думали, что «Оскар» вообще полностью из золота. Но это очень затратно на самом деле, друзья. Вот, как бы основой раньше служила вообще чистая бронза. А после войны... Шоколадных «Оскар». Шоколадных «Оскар». Я так сказала, знаешь, она сама создавала, говорит, очень затратные дела. В то время дорого столько, да, но все, не только и только. Не утвердили бизнес-план. Ребята, есть очень интересный факт о том, что люди, которые получают «Оскар», они полностью им не владеют, понимаете? После того, как они получили на этой же вечеринке... Собирают назад? Практически так. Они подписывают документы, что они не имеют права продавать этот «Оскар». Ну а если вдруг они захотят его продать, сначала они должны предложить его киноакадемии за 1 доллар. Если киноакадемии не соглашаются, то тогда они уже правят распоряжаться им. По-моему, это большая сумма. Ну вот. А представьте бы, Леонардо Ди Каприо выкинул шуточку. Раз бы и сказал, ребята, я теперь продаю его. Забирайте. Я не могла получить 20 лет, но я его отдам. Это кошмар. За доллар. У нас звоночки есть. Доброе утро. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Люсиана. Как? Люсиана? Люсиана. Ого, какое редкое, красивое имя. А вы нам из Ярославля звоните? Конечно. Мы подумали, может, из Голливуда, было бы здорово. Я подумал, из Франции. Прекрасно, и на самом деле... Скажите, что из Голливуда звоните. Из Голливуда. Отлично. Смотрели ли вы премию «Оскар»? Отрывочки. Отрывочки. Какой отрывочек вам запомнился больше всего? За кого переживаю? Вы знаете, что больше всего мне... Это путаница. Мне показалось, что это как-то наигранная искусство. Подстава, да? Подстава. Я вот тоже думал, что все это подстава. На самом деле, ну, нельзя напечатать два раза. Ну, она как бы сродни выборам в США. Ну, как бы перекричка. Сродни выборам в США. О, политика. Все туда. Трамп подстроил все это. Люсиана, а болели за какой-то фильм? Может быть, не знаю. Смотрели «Лунный свет», «Манчестеру море», «Ла-ла-ленд» по соображениям. Вы знаете, что? Вот хоть вы говорите, что я из Голливуда, но мне больше нравятся иностранные фильмы, французские. Вот видите, я знал, что из... А американские фильмы как-то не лежат. Вас душа во Францию, мне кажется, просто направляет. Я вот, я почувствовал. А какие французские фильмы? Что-то из разряда Амели? Что-то такое романтичное? Нет, мне нравятся старые фильмы. Да. Мне нравятся «Мужчина и женщина». Мужчина и женщина. Там Жанл и Тридиян. А ну-ка, и мы хорошо играем. Вы нам позвонили эксперт. У меня в голове заиграла Элла Фиджераль. А из наших фильмов, из российских, кому бы вы присудили премию «Оскар»? Есть ли такой любимый? Ой, очень много фильмов, очень много. Ну, кому бы одна? Мне понравился последний фильм Михалкова «Солнечный удар». Вы бы присудили премию «Оскар» Михалкову за «Солнечный удар». Ну да, конечно, американцы бы этого не поняли, но мне нравится, понравился этот фильм. Мне нравятся те фильмы, которые он посмотрел, и хочется еще раз его посмотреть. Вот согласимся. Послевкусие вот этого приятного. Фильм нужно снимать не на один раз. Точно. Можно было присмотреть. Да, 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 это фильм на времена, на время. Да, это точно. Ну и кому бы хотели передать приветы? Напомню, что сегодня последний февральский день, завтра уже весна, поэтому вот с таким весенним настроением передавайте приветы в прямом эфире. Значит, привет я бы передала всем зрителям вашего канала, и хотелось бы, что количество их было бы все больше, больше и больше. И не только Ярославль и Данилов, но и другие города Ярославской области. Очень приятно. Спасибо вам огромное. Люсьяна, огромное вам спасибо за звонок, отличного вам дня, ну и, конечно же, встречайте уже завтра первый день весны вместе с нами. Спасибо вам большое. А у нас тут есть история небольшая, давайте-ка ее зачитаем. Это как раз прибавляет телезрителей у нас. Да, смотри, Светлана Сидоровича пишет. Ярославль, Данилов, Париж, все у нас, конечно, затянулись. Светлана Сидоровича пишет. Доброе утро, премия Оскар из наших фильмов. Достоин фильм «Гардемарины» из самых современных «Дед Мороз» и «Битва магов». Вот «Битва магов» я не смотрел. Я смотрела трейлер, там Бондарчук. Бондарчук сейчас везде. А вот «Гардемарины», я бы отдал лучший саундтрек. И вешать нос, «Гардемарины». А ты, мушкетера. Щенок. Конечно. Представьте, а вы представьте, реально, вот если бы вручали боярскому. Ну да. Эй, на коне, заскокивая, забирает просто, вырывает из рук у Декаброна. Боярщий год бы ему еще могли вручить. Шарфики «Зенита», да? А если бы Боярский ехал бы в Голливуд, он наверняка вам поможет пробку на коне. Сейчас, знаешь, такая санта. Я отправляю именно так. Давайте посмотрим, как у нас обстоят дела в дороге. Так, ну что же, начнем по традиции при въезде в наш город. Небольшая пробка с выезда с Нагорного. Так, видим здесь небольшая пробочка. Фрунзе, Фрунзе стоит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фрунзе шикарно. Объезжаем по Мельничной, друзья, там еще... Да я акцентирую. Друзья, Фрунзе, там опасно, большая пробка. Там можно в смартфоне кино посмотреть пока. Так, пробочка на Красноборской. Небольшая. Ну, есть, есть, да, проблема. А, есть авария, посмотрите, небольшая у нас на пятерке, по-моему, или на въезде в пятерку. Проспект октября. ДТП на проспект октября. Затруднило движение ДТП. Давайте посмотрим, что у нас в Брагино. В Брагино... Все свежо и хорошо. Ну да. Небольшие пожелтения, но абсолютно это не страшно. Двигаемся в Рыбинске. Как врач сказал? В Рыбинске. В Рыбинске все неплохо. А вот в Рыбинске, посмотрите, вот накаркали мы. Пробочка в Рыбинске. Смотрим, что за улица. Предупреждаем. Так, улица, улица. Та-дам-па-бам. Максима Горького. Максима Горького. Пробочка на улице Максима Горького. Товарищи рыбинцы, да, объезжайте. Улица Максима Горького на дне сейчас. Ах ты. Филологический юмор сейчас был. Да. Ну что ж, друзья, это были пробки. Да не пусят в Рыбинске. Кстати, мы же еще не успели обсудить вот фильмы замечательные, которые вы, кстати, смотрели. Фантастические твари, где они обитают. Взяли лучший дизайн костюмов. Да, и что? И по соображению совести. По соображению совести, конечно. Замечательный фильм про Делса Долса, который нельзя в руки оружить. Мне кажется, Деляра придумывает новое слово. Делса Долса, Чтерта, Кунта. Я люблю кино. Классный фильм. Я вот всем рекомендую по соображению совести. Я ревела вообще как белуга. Или ревела белугой. Фильм очень-очень трогательный и жесткий. Ну и про человека, который действительно без оружия вынес кучу людей с войны. Представляешь? На самом деле, я хотел бы что вам сказать. Отрадно, что есть вообще люди, которые снимают фильмы. Вы представляете, в какой мир они нас погружают? Да. В мир кинематографа, на самом деле. Мир фантастических тварей. Я смотрел фантастических тварей очень-очень-очень, как сказать... Атмосферно? Не то, что... Там волшебство. Я вышел, я вот так вот, у меня все трясло. А ты вспомни ВИИ, а? Там не то, что трясло. Я соль купил потом вокруг себя, обсыпал. Да-да-да-да. Друзья, ну что, итоги нашего эфира по традиции. Хотим сказать в первую очередь, Оскар, крутая премия. Но все-таки много российских фильмов, я подчекну, тоже должны получить у нас Оскар. И есть много фильмов, которые не получили Оскар, но при этом остаются шедеврами. Да-да. И можно перечислять их бесконечно. Друзья, просто смотрите кино, которое вам нравится. Никаких Оскаров не надо. То, что лежит ближе к душе, то и надо смотреть. Отдавайте Оскары после каждого просмотра фильма. Ну а плохие фильмы не смотрите. Надо смотреть хорошие фильмы. А еще, конечно, нужно смотреть первую студию. Замечательная программа, по-моему. Да, конечно. И нам не нужен Оскар. Просто смотрите нас. Завтра, друзья, мы с вами встречаем весну. Завтра март. Первое марта уже наступает. Желаю вам прекрасного, последнего февральского, но веселого дня. Дмитрий Московский, Диляра Байвикова. И вот таким же вот Роман Кассиян. Пока-пока, друзья, встретимся. Всем доброго утра. Просыпаемся. Весной встретимся. Слава Владим. В эфире первого Ярославского утреннее телерадио-шоу Первая студия.